События недели на Брянской губернии в студии Артём Сухоломкин. Здравствуйте. Вся Брянская область оказалась во власти циклона Волькер. Он принёс из Европы в центральную часть России обильные снегопады. Балканский циклон будет бушевать и на выходных. По оценкам синоптиков, сугробы могут вырасти до 67 сантиметров. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. За неполные сутки с дорог было вывезено 5,5 тысяч тонн снега. Огромное серое пятно на картах сервиса Яндекс.Погода – это как раз тот самый циклон Волькер, который обильно посыпает снегом с вечера четверга всю Брянскую область. Борьба с последствиями стихии началась ещё накануне. Как сообщил один из федеральных телеканалов, за неполные сутки с дорог вывезли 5,5 тысяч тонн снега. На федеральных трассах Брянщины работают около 70 единиц спецтехники. Федеральное управление автомагистрали Москва-Бобруйск сообщает, что движение на подведомственных трассах осуществляется в штатном режиме. Дорожная обстановка стабильна. Дорожные службы продолжают работать в непрерывном режиме, обеспечивая беспрепятственный проезд по федеральной сети автодорог. К борьбе со стихией подключились многие частные компании в районах области, у кого на балансе есть мощные тракторы и грейдеры. Так поступили в частности Агрохолдинг Добронравов Агра в Навлинском районе и АПХ Охотно в Брасовском. 39 единиц спецтехники, в том числе 11 КМД, тракторов 254, МТЗ-82, 37 единиц техники, из них 30 единиц фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, погрузчики, автодор и так далее. Вывезли из города Стародуба 240 тонн снега. Я хотел бы сказать большое-большое спасибо нашим фермерам, которые оказали большую помощь в расчистке дорог, которые ведут в населенные пункты, малочисленные. Там, где сегодня мы доставляем продукты питания, большое количество техники будут участвовать в вывозе снега, в расчистке дорог. И думаю, те вопросы, которые мы сегодня не прорешали, маленькие переулки, маленькие улицы в населенных пунктах, в городе, мы из этих проблем решим. Активно приняли участие в уборке снега Миленский картофель, Довгалев, КФХ Богомаз и другие. За лопаты взялись и жители областного центра. Большая часть вызволяла из снежного плена своих железных коней. Помогали выбраться забуксовавшим коллегам-автомобилистам. Не покладая рук, трудятся дворники. Некоторые жители совершенно добровольно помогают им расчищать дорожки к подъездам. В управляющих компаниях побогаче используют и механических помощников. Государственная жилищная инспекция Брянской области держит на постоянном контроле работу УК по уборке территорий. На настоящий момент жалоб на них нет. Дорожное управление города Брянска сейчас сконцентрировано на расчистке дорог первой категории. Важно обеспечивать бесперебойную работу общественного транспорта. Дорожники работают города Брянска. Они с октября, с ноября месяца работают уже в круглосуточном режиме. И мы продолжаем работать. У нас сейчас 79 единиц на линии, которые заняты и на уборке, и на очистках, и на вывозе снега также. То есть и самосвалы, и погрузчики. Сейчас 28 КДМ-ок работают. Это первую категорию расчищают. Плюс гридера к ним. Уже по отбивке обочин и так далее идет расширение проезжих частей. Также заняты людей у нас 298 человек на ручном труде. Это те, которые очищают у нас остановочные площадки, то есть переходы, подземные переходы. Также лестницы у нас есть, которые находятся в наших сутках и так далее. То есть тоже производим их очистку, расчистку. Полноценно проводить уборку и вывоз снега зачастую мешают как зря припаркованные машины. В этой связи дорожники обращаются к водителям с просьбой не создавать препятствий для работы спецтехники. Ведь ее ждут на всех улицах города. Телефон в дорожном управлении не умолкает. Жалоб много. То есть пока хватает на первой категории дорог. До частного сектора сложно еще добраться. Но уже потихонечку туда выдвинулись. То есть сейчас Карачиш, Чайкович. Мы еще уже занимаемся грядированием этих дорог. То есть жалобы есть, понятно. Но как бы не без этого. Не жалуются только пернатые, которые жмутся к теплотрассам. Да бездомные собаки, которым просто некуда деваться. Город превратился в одну сплошную уборку снега. Сотрудники торговых точек буквально каждый час расчищают подходы к магазинам. Самосвалы вывозят с улиц тонны снега. В пятницу на дороге области высыпали 1630 тонн песко-соляной смеси. Обработано более 1300 километров автодорог. Произведено несколько циклов очистки всей сети региональных и межмуниципальных автодорог. А это почти 10 тысяч километров. Задействовано 300 единиц техники. Несмотря на сложные метеорологические условия, аэропорт Брянск продолжает принимать и отправлять самолеты согласно графику. Взлетно-посадочная полоса оперативно расчищается от снега и обрабатывается противогололедным составом. Благодаря слаженной работе всех служб аэропорта пассажирам обеспечены максимально комфортные и безопасные условия. Балканский циклон Волькер, который синоптики окрестили снежным Армагеддоном, не прекратит сыпать снегом как минимум сутки. Он будет сопровождаться ветром до 18 метров в секунду. Поэтому ухудшение дорожных условий, возникновение заторов, ДТП все еще возможны. Прогнозируемые осадки значительно увеличат снеговую наруску на кровле, что может привести к их обрушению. Жителям Брянской области рекомендуется отказаться от поездок на личном автотранспорте, собственникам принимать своевременные меры по расчистке крыш. За помощью можно обратиться по телефону 101 или 112. Оперативный штаб по координации работы служб во время снегопада и сильных морозов создан в Брянской области. Главам администрации муниципальных образований рекомендовано создать местные штабы под руководством заместителей по вопросам ЖКХ. Информацию о происшествиях, возникших вследствие снегопадов, гололеда и других экстремальных погодных явлений можно сообщить на горячую линию правительства Брянской области по телефону 644710 от Брянска 4832, а также по единому номеру 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Итак, еще раз циклон Волькер экстремальный. Нужно всем это понимать. Можно насколько угодно жаловаться на погоду и коммунальщиков, но ничто не мешает нам взять лопату и убрать снег хотя бы вокруг своего личного автомобиля. И давайте не забывать о таком понятии, как взаимовыручка. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2021», которая должна была состояться в субботу 13 февраля, перенесена на 27 февраля. Такое решение было принято Уркомитетом из-за сложившихся погодных условий. В настоящее время на территории Брянской области установилась аномальная снежная погода. В связи с этим принято решение о переносе массовой лыжной гонки «Лыжня России» на 27 февраля. Поклонников здорового образа жизни по-прежнему ждем на регистрации в шахматном клубе по адресу улицы Луначарского, дом 45. Ну и, конечно же, на старте 27 февраля в субботу на Кургане Бессмертия. В понедельник все научное сообщество отмечало свой профессиональный праздник. Все те, кто в эти дни движет прогрессом, исследует, обучает и создает мощный фундамент, который поистине охватывает все сферы жизни. Награды за свои труды и идеи в Хрустальном зале областного правительства получили 9 наших земляков. С праздником их поздравил губернатор Александр Богомаз. Не только создатели, но и приумножатели того научного потенциала, которым с уверенностью может гордиться регион. Наши специалисты уже не первый год подряд становятся партнерами крупнейших компаний не только Брянской области, но и столичных. Сотрудничает с одним из главных поставщиков продукции «Всеобороны» группа «Кремни-Л» и Евгений Кульченков. Более 20 лет он активно занимается разработками в области физики, продолжая семейную педагогическую династию. Ну, начиналось все с изучения кремния как вещества, физика твердого тела. И вот, в конце концов, работаем с заводом кремний. У нас один из важнейших заводов вообще по стране, который производит данную продукцию. Так что для региона это образующая, можно сказать, тема. Ставшую же традиционной церемонией награждения, пожалуй, стимул двигаться дальше. На сегодняшний день цифры по региону показательные. В прошлом году наши научные сотрудники опубликовали более 40 монографий и почти тысячу научных статей. Всего в регионе более 600 ученых. Достойный фундамент не только в областном центре. За его пределами исследовательская работа ведется также масштабно. Так, например, Стародубскую землю в свое время прославил советский и российский математик Иосиф Ворович. Символично, что этот год в соответствии с указом президента нашей страны Владимира Владимировича Путина в нашей стране будет проведен год науки и технологий. Это не только дань уважения нашим ученым. Это весомый шаг на пути технологического прогресса на всей территории нашей страны. Отрадно, что наш регион вносит весомый вклад в развитие российской науки. В прошлом году два наших представителя Брянской области стали обладателями гранта президентом страны, которые проводились среди молодых ученых. И я сегодня хотел бы напомнить, что это всего было 60 грантов на территории нашей страны и двое наших представителей получили эти высокие гранты. И я уверен, что ввод науки и технологий наши ученые сделают новые открытия, разработают действительно важные и необходимые жителям экономики и его программы. Гордится наш регион и выдающимися учеными, которые сегодня трудятся в крупнейших научно-исследовательских институтах. Имя нашего земляка Алексея Варочка тесно связано со всем Роскосмосом. Под его руководством в Государственном космическом научно-производственном центре был создан один из самых серьезных космических проектов России. «Ангара-А-5» – ракета-носитель, позволяющий доставлять на орбиту до 38 тонн груза. Знаменитый российский врач Петр Глыбочка – ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Именно им было оказано немало помощи всему здравоохранению региона. Родился в Почепском районе. Им подготовлено множество высококвалифицированных специалистов-медиков, также ведущих обширную научную деятельность. Научное сообщество Брянской области – наш бесценный капитал, достояние, которым нужно гордиться. Глядя в этот зал, приятно осознавать, сколько талантливых ученых успешно трудится на Брянской земле. Благодаря сложенной работе команды губернатора Александра Богомаза в регионе открывается образовательное учреждение, которое позволит вырастить не один десяток талантливых инженеров, медиков, а в дальнейшем и ученых. Сегодня из рук губернатора почетную грамоту получил и Михаил Рытов. Разработки в сфере информационной безопасности и подготовка кадров в этом направлении – за плечами опыт не одного десятка лет. Конечно же, это бывает не каждый, не то что день, не каждый год. Получить такую высокую награду из рук главы региона, безусловно, это очень приятно. Я это расцениваю как коллективную награду нашего университета, отчасти от того коллектива, который возглавляю я, потому что мы на протяжении уже последних 20 лет занимаемся подготовкой специалистов по информационной безопасности как в интересах Российской Федерации, так и, конечно же, в интересах Брянского региона. Главная задача – поддержка молодых специалистов. Именно это обозначил президент нашей страны. Для тех, кто строит наше будущее, в регионе созданы самые современные условия развития. С глобальными планами на благо жителей губернатор Александр Богомаз провел встречу с новым генеральным директором «Газпром Межрегионгаз» Брянск Олегом Буглаевым. Уроженец города Брянска вернулся на родину спустя 36 лет. Вся трудовая деятельность тесно связана с выбранным направлением. Окончил Олег Буглаев институт транспортного машиностроения города Брянска. Сейчас продолжает нести обширную научную деятельность. К выполнению своих новых обязанностей приступил в январе текущего года. С 98-го года перешел уже в Межрегионгаз и дальше уже непрерывно, практически с разрывом, там, 4 года последних. А так все время в структуре «Газпрома Межрегионгаза» Петербурга. О тесном сотрудничестве с Межрегионом говорит и губернатор. Работа тесная на протяжении многих лет. У нас вот как бы с Межрегионом работа такая идет постоянно. И если посмотреть и расчеты, и запотребленный газ, и долгам, то оно снижается. На встрече намечены и дальнейшие планы работы. Главная стратегия – качество жизни людей. Мы должны обеспечить непрерывность поставки газа в тех объемах, которые необходимы для населения, для его жизнедеятельности. Поэтому вот основная задача о том, чтобы всегда у человека был газ на плите, и котел его работал исправно и давал тепло в дом. Мне очень комфортно здесь работает, прекрасный коллектив, условия. Обсудили и другие направления отрасли. Глава региона выразил надежду на качественную совместную работу. 42 автомобиля получили больницы и поликлиники области. Ключи от техники вручил глава региона Александр Богомаз. Такая машина доедет в любую деревню по бездорожью. Высокий клиренс и полный привод помогут добраться до больного, оказать помощь или отвезти в больницу. Мы сегодня получаем у вас «Патриот». Это первый автомобиль новый после получения автомобилей скорой помощи. И данный автомобиль будет использоваться у нас в больнице для выездов бригады врачей на село. Во-первых, комфорт, проходимость, сами видите, удобство его эксплуатации уже в ближайшее время, я думаю, мы сможем ощутить. Таких автомобилей закуплено 8. Остальные – «Лада», в том числе и высокой проходимости. Всего 42 авто. Год только начался, а уже первое пополнение автопарка медучреждений. 20-й год он показал всем нам, что главные герои нашего времени сегодня – это наши врачи, наши медсестры, наши работники скорой помощи, водители скорой помощи. Действительно, год, который был очень сложный, тяжелый. Мы столкнулись с самой неизведанной, наверное, болезнью не только в России, а во всем мире с COVID-19. Не знали, что делать, как лечить, как организовывать места лечебных учреждений. Но, тем не менее, в действительности эта работа была сделана, приведена. Мы сегодня, можно сказать, уже побеждаем данную болезнь. И сегодня не только есть и лекарства, и прививки уже начали прививать наше население. За прошедшие вот эти вот 4 года мы 325 машин закупили для системы здравоохранения. И в том числе более 210 машин – это машины скорой помощи, плюс спецмашины, которые сегодня мы выдаем и покупаем. И до этого покупали именно машины, легковые машины, чтобы можно было нашим терапевтам ездить к больным и решать задачи. Мы будем эту работу делать и дальше. Мы в прошлом году, в сложное время, именно в сложное время, но, тем не менее, отремонтировали 7 наших больниц и поликлиник, 4 детских поликлиника. На этот год у нас также большие задачи и цели. Более полутора миллиардов рублей будут направлены на оснащение наших лечебных учреждений. Мы рассказывали, что глава региона посещал отремонтированную первую поликлинику. Медики поблагодарили руководство области за то, что в медучреждении появилось тяжелое оборудование – это аппараты КТ и МРТ. Не каждая поликлиника в ЦФО может таким похвастаться. Возвращаясь к автомобилям, техника обошлась в 26 миллионов рублей. Часть – федеральные средства, часть – деньги из областной казны. Благодаря правильной политике правительства Брянской области и губернатору Александру Васильевичу, такие подарки в настоящий момент очень часто делаются. И действительно, эти автомобили пойдут, я смотрю, это вездеходы, они пойдут в далекие деревни по всей нашей Брянской области и спасут не одну жизнь наших жителей. Главным достоянием любой страны является жизнь и здоровье ее граждан. И я глубоко убежден, что передаваемые сегодня автомобили помогут спасти жизнь и сохранить здоровье многих и многих наших земляков. Сами водители отмечают, за последние годы парк машин в медучреждениях обновили и на смену старым «Оазикам» приходят новые надежные авто. Ну, обновился. И скорые обновились. Обновляется. Последнее время обновляется. Очень хорошо. Новых машин у нас на данный момент 8. В прошлый раз автопарк медучреждений области пополняли в конце прошлого года. Это 32 машины. Часть из них – реанимобили для тяжелых больных, в том числе и с коронавирусной инфекцией. Сотрудничество Брянской области и Объединенных Арабских Эмиратов продолжается. Чрезвычайный и полномочный посол подарил ученикам 7, 8 и 9 классов сельской школы в Журиничах современные компьютеры. Брянский регион стал первым субъектом, который с рабочим визитом посетил посол Арабских Эмиратов в России. Впервые дипломат посетил эту школу в ноябре прошлого года. Тогда Мухаммед Ахмад Султан Яса Аль-Джабер вручил ученикам подарки – современные планшеты. А уже в этом году дипломат передал в дар школьникам 16 компьютеров. Посла очень интересовало сами дети, очень интересовало образование Российской Федерации нашей Брянщины. Ему очень понравились дети. И в процессе разговора правительство Брянской области договорилось с послом. И господин посол с удовольствием согласился о том, чтобы каждому ребенку подарить вот такие замечательные подарки. Каждый школьник получил современный моноблок – компактный и мощный аналог стационарного компьютера. Причем техника вручена именно в личное пользование школьников. Очень неожиданно для всех нас то, что нам действительно подарили такие достаточно дорогие подарки. Большое спасибо от всей нашей школы и от всей нашей страны, нашим арабским друзьям. Несомненно, компьютер – незаменимое подспорье в учебе. В сети интернет появилось достаточно много разнообразных ресурсов, посвященных школьному и дополнительному образованию. В принципе, образовательные платформы позволяют детям, даже из таких маленьких школ, расширять свой кругозор. Потому что, ну, учитель, конечно же, это учитель основное, но какие-то новые методики, да, преподавания, они могут посмотреть любой урок, который их заинтересует в какую-то тему, заинтересует просто развить для себя. Учеников журнической школы призвали принять участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Платформа открывает для школьников много уникальных возможностей проявить себя и выиграть ценные подарки. В Брянске на базе Каворкинг-центра «Дом волонтеров» в торжественной обстановке наградили жителей региона за большой вклад и укрепление дружбы и сотрудничества между Брянщиной и сопредельным дружественным государством – Республикой Беларусь. Благодарственные письма в адрес брянцев направил руководитель отделения белорусского посольства в Смоленске Сергей Мисурагин. Просветительская работа с брянскими школьниками, студентами, совместные российско-белорусские мероприятия, помощь в развитии экономического сотрудничества между Брянщиной и Республикой Беларусь – это лишь часть того, чем занимаются активисты общественной организации «Белорусское землячество на Брянщине» во главе с бессменным руководителем Николаем Голосовым. Встречи со студентами, рассказываем о Беларуси, вместе танцуем, ляжем, показываем костюмы, делаем выставки. И вот эта работа направлена на молодежь тем, чтобы мы были ближе и дружнее. Всем, кто сегодня живет на Брянщине, но сердцем всегда с родной Белоруссию, Николай Иванович вручил благодарственные письма от руководителя Смоленского отделения белорусского посольства Сергея Мисурагина. За вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между братскими народами Белоруссии и России отмечены преподаватели и директора школ, руководители учреждений культуры, студенты, школьники. Брянщину и Беларусь связывают очень и очень много, помимо страшных, опаленных войсков и лет. Связывают еще постоянные визиты и границы нашей из Бобельской и Ситовской области. Связывают постоянные визиты наших белорусских друзей, суда и школьников, студентов и рабочих молодежи, взрослого населения по обмену опыта. Связывают и те мероприятия, которые проводит белорусское землячество. Здесь у нас в городе Брянске и в других зеленых полках. Елена Привалова родилась в Могилевской области. В 88-м году переехала в Брянск. Сейчас преподает в 71-й школе, а для души занимается живописью в землячестве и устраивают выставки ее работ. А ученицы 28-й школы могут смело становиться гидами по Беларуси. Однажды побывав там на экскурсии, школьники создали целый фильм о ее достопримечательностях. Также памятные подарки и благодарственные письма получили представители брянских печатных и электронных СМИ. Деятельность белорусского землячества на Брянске многогранна. Действительно очень много социальных проектов участвует землячество и во многих общественных мероприятиях. Всегда можно увидеть парад поколений, парад победы. Множество их. Всех их не перечислить. Инфоповод всегда найдется для того, чтобы приехать к нашим друзьям белорусам, снять красивый репортаж. Праздничную атмосферу встречи усилили поющие активисты землячества. Военнослужащие Борис Стасевич и Антонина Богданова. Во вторник 9 февраля в России отметили День гражданской авиации. Не прошел мимо профессиональный праздник и для брянских работников и ветеранов отрасли. В нашем регионе первые подразделения гражданской авиации появились 76 лет назад. Сегодня Международный аэропорт Брянск преуспевает. Ежегодно открываются новые направления полетов. Пассажиропоток растет. В этом году наша воздушная гавань рассчитывает перевезти свыше 100 тысяч человек. В этот день профессиональный праздник отмечают пилоты гражданской авиации, бортпроводники и техники. В этот праздничный день хотелось бы пожелать всем работникам гражданской авиации чистого неба, душистого хлеба, родниковой воды и никакой беды. Уважаемые ветераны, мы равняемся на ваши заслуги и на ваш долголетний труд на благо гражданской авиации. Уважаемые ветераны, желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и счастья. В Брянском аэропорту базируется современный вертолет санитарной авиации. Борт оснащен самым передовым и необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи. Дальность полетов свыше 400 километров, а значит пациентов смогут доставить не только в крупные медучреждения региона, но и в столичные клиники. Со времени начала работы вертолет санавиации перевез уже более 30 больных. Современный, легкий и маневренный вертолет «Ансад», разработанный в Татарстане. Он способен работать в широком диапазоне температур и в любое время суток. Дальность полета свыше 400 километров. Базируется воздушное судно в Брянской авиагаване по программе развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи нацпроекта здравоохранения. Контракт заключен до конца вот этого календарного года. В дальнейшем также планируется осуществление авиамедицинской эвакуации в последующие периоды. Вертолет предназначен для авиамедицинской эвакуации пациентов с различной патологией. Это кардиологическая патология, острое нарушение мозгового кровообращения, конечно же ДТП и реанимационная помощь детскому населению. Брянский регион в числе лидеров по организации медпомощи такого класса. Места закрепления стандартные, просто они используются для введения нескольких препаратов одновременно. Оснащение вертолета не уступает крупным больницам и федеральным медицинским центрам. Самая современная, на мой взгляд, и наиболее передовая техника это Корпульс. Это устройство, так называемое, включая в себя комбинацию дефибриллятора, монитора. Это вот техника. Она снимается здесь, фиксируется. Ее можно в любой момент отсоединить, вынести. Здесь подсоединяются датчики насыщения крови кислородом, датчики давления, кардиомониторирование. Помимо этого на борту аппарат ИВЛ, оборудование для переливания крови. Словом, есть все условия, чтобы начать оказывать квалифицированную помощь пациенту еще в воздухе. Больных доставляют не только в лечебные учреждения Брянска, но и в столицу. За последние годы в Брянской области значительно повысилось качество автомобильных дорог, что уменьшило сроки медицинской эвакуации пациентов из удаленных районов области. Тем не менее, ключевым преимуществом вертолета является минимальное время нахождения пациента в пути, что позитивно влияет на дальнейшие прогнозы лечения, улучшая его качество. Оператор предоставляет не только технику, летный и технический персонал. Обслуживание вертолета полностью лежит на плечах компании. Сначала работа в регионе, то есть за три месяца вертолет санавиацией перевез уже больше 30 тяжелых больных. Это больные с нарушением мозгового кровообращения, 4 пациента у нас в этом году уже с января месяца эвакуированы. Также острый коронарный синдром и инфаркт миокарда. А также двое детей было эвакуировано. Один с заболеванием шеи, которым требовалось оперативное лечение, у которого была угроза возникновения удушья, используется вертолет. И ребенок с травмой головы, лицевого скелета из Погарской ЦРВ после дорожно-транспортного происшествия. Здоровье жителей региона безусловный приоритет для областных властей. И какие бы непростые условия ни складывались, каждый может своевременно и оперативно получить качественную и передовую медицинскую помощь. Строительство дорог и безопасность движения. Эти темы обсудили депутаты областной думы над заседанием нового комитета. По жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству, транспорту, топливно-энергетическому комплексу и тарифно-ценовой политике. Он появился в конце 2020 года. Эти темы рассмотрели на заседании комитета областной думы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству, транспорту, топливно-энергетическому комплексу и тарифно-ценовой политике. Так руководитель департамента строительства Брянской области рассказал депутатам о реализации регионального проекта «Дорожная сеть», который выполняется в рамках нас проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По состоянию на 1 января 2021 года введено в эксплуатацию 78 километров, 138 метров. Это значит, что все обязательства выполнены на 100%. Большое внимание уделяется и безопасности участников дорожного движения. В местах пешеходных переходов ведется укладка искусственных неровностей, устройство светофоров, строительство линий наружного освещения, ограждений, шумовых полос и разметки из долговечных материалов. Эти работы проводятся по всей области. Также депутаты проголосовали за присвоение почетного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства» в Брянской области троим работникам отрасли. В завершении работы члены комитета рассмотрели законодательные инициативы, поступившие из Госдумы. В Брянской области сотрудники регионального управления МВД и Росгвардии, а также погрануправления ФСБ России пресекли незаконный канал миграции. Нелегалов для работы в России перевозили из стран ближнего зарубежья в обход пунктов пропуска через государственную границу. Погони по пересеченной местности, видео с беспилотного летательного аппарата. Сначала может показаться, что это съемки блокбастера, но нет. Это оперативное видео по задержанию преступной группы. Ее участники вели поиск нуждающихся в работе граждан стран ближнего зарубежья и доставляли их на территорию Российской Федерации. По версии следствия, предполагаемый организатор противоправной деятельности создал преступное сообщество, состоящее из нескольких групп. К участию в нем были привлечены не менее 15 человек. Для нелегальной транспортировки иностранцев использовались возможности предпринимателей, а также юридических лиц, которые занимались международными пассажирскими перевозками. Причем удовольствие не из дешевых. За эти услуги каждый из иностранцев должен был заплатить более 350 долларов США или аналогичную сумму другой валюте. После чего, рискуя собственной свободой, нелегально передвигаться по территории Российской Федерации. Участники преступного сообщества, которые осуществляли перевозку 12 нелегально прибывших в Россию граждан ближнего зарубежья, задержаны с поличным сотрудниками полиции. Одновременно наши сотрудники провели задержание предполагаемого организатора и других соучастников на территории Брянска, Клинцовского района Брянской области, а также в Московской области. Восемь подозреваемых заключены под стражу. В настоящее время проводятся проверки всех фактов их противоправной деятельности, личности и других возможных участников преступного сообщества. Дмитрий Белов при содействии пресс-службы МВД России по Брянской области. На родную землю вернули останки бойцов советской армии. В районе российско-белорусско-украинской границы у монумента «Три сестры» прошла церемония передачи останков девяти красноармейцев, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Цветы к монументу в селе Новый Юркович, как дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Именно здесь, на перепутье трех государств, у знакового монумента «Три сестры» проходит передача останков бойцов Красной армии. Славянская дружба была, есть и будет. И еще раз хотелось бы отметить, что в той страшной войне мы победили, потому что мы были вместе. Поэтому вечная память героев, никто не забыт и ничто не забыто. В очередной раз принимаем останки девятерых бойцов-командиров Красной армии, которые будут отправлены на свою малую родину для захоронения в разные регионы Российской Федерации. И я думаю, что это только первая ласточка в этом году. Мы планируем и неоднократно такие мероприятия проводить. Непосредственно здесь, на этом переходе «Три сестры». Поисковые работы вылез на территорию Украины. Удалось найти не только останки и личные вещи бойцов, но и родственников в России. Полтора года мы не могли это все сделать из ряда объективных причин, карантинных ограничений. Но тем не менее мы доводим солдат домой, довели хотя бы до вот этой нулевой точки. Дальше уже вы их довезете, уже действительно домой. Это будет просто финиш. И хотелось бы выразить благодарность нашим русским коллегам за содействие. Также в этот день украинской стороне вручили личные вещи бойца, который погиб в декабре 1942-го при участии в операции «Малый Сатурн» и захоронен на территории Российской Федерации. В совместном с украинскими коллегами удалось найти родственников. По счастью, они в Черниговской области живут, здесь недалеко. И личные вещи бойца, в том числе капсулу с медальоном и вкладыш. Ну тут личные вещи мы передаем украинским коллегам, чтобы они передали родственникам. Среди девяти бойцов и командиров Красной Армии, переданных российской стороне, есть уроженец города Калинцы Брянской области. Его захоронят на родной земле с воинскими почестями. Всероссийская выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Открылась в десятках регионах России. От Калининграда до Дальнего Востока. Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Бессрока давности», реализуемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте поискового движения России. Возрастное ограничение 12+. В федеральном проекте «Бессрока давности» участвует и Брянская область. Выставка экспонировалась в региональной столице в середине сентября 2020 года. Позднее в Музее Победы в Москве прошла презентация сборника архивных документов «Бессрока давности», состоящего из 23 томов. Один из них посвящен событиям, происходившим в Брянской области. В этом году в рамках проекта продолжится поисковая работа, в том числе с эксгумацией останков жертв нацистов в концлагере «Дулаг-142» в Брянске на территории бывшего 85-го военного завода, а также в Новозыпкове, Брасовском районе, где в ямах от авиабомб находятся до 500 расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками при отступлении 5 августа 1943 года детей, женщин и стариков. Продолжается регистрация школьников на поступление в 10-е профильные классы Брянского предуниверсария. Запись продлится до мая. Это будет уже третий набор Брянского-Сеченовского предуниверсария. Первый через несколько месяцев выпустится. Это более 80 ребят, которые будут штурмовать приемные комиссии лучших вузов страны. Сегодняшним девятиклассникам предлагают уже сейчас зарегистрироваться на поступление в предуниверсарии. Подробная инструкция по тому, как регистрироваться, есть на нашем сайте Брянского предуниверсария Сеченовского, также есть на сайте Департамента образования и науки Брянской области и на сайте первого меда имени Сеченова. Используя эту регистрацию, можно достаточно просто зарегистрироваться на вступительные экзамены. После сформируют группы и назначат даты вступительных экзаменов по химии и биологии. Из новшеств впервые добавлен русский язык в качестве вступительного испытания. Все это будет в тестовой форме. Дат мы еще не знаем и знать не можем. Подчеркиваю, что они будут озвучены первым медом имени Сеченова по мере формирования групп. Если пандемия не внесет новых корректив, то сдавать вступительные будущие медики будут на базе предуниверсария. Сегодня он расположился в новой 71-й школе. К слову, прошлой весной, когда вся страна сидела на изоляции, ребята писали тесты дома. На оценки аттестата за 9-й класс мы смотреть не будем. Есть правила приема, которые утверждены первым медом имени Сеченова. Смотрим только на итоговые тесты, которые они будут писать после регистрации. Писать они будут их на компьютере. То есть они будут заходить в личный кабинет, как и в прошлом году. Им будут приходить в определенное время задания. Время на выполнение заданий 45 минут. Они выполняют эти задания и, нажав кнопочку «Отправить», их отправляют. Задания проверяются первым медом имени Сеченова. То есть все задания, все баллы проверяет и выводит Москва. К нам приходят только уже готовые результаты. Регистрация в медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области продлится до 1 мая. Планируется набрать 100 школьников. 26 учителей из Брянской области стали участниками регионального этапа конкурса «Учитель года-2021». Встреча с лучшими педагогами региона прошла в Брянском институте повышения квалификации работников образования. Учителя математики, начальных классов, русского языка, литературы и географии. Они уже стали лучшими на муниципальном этапе конкурса «Учитель года России-2021». Впереди региональный этап. В нем примут участие 26 педагогов. Участие в конкурсе мотивирует учителя к своему профессиональному росту. Поэтому это очень важно. Своим опытом на встрече с учителями поделились победители предыдущих конкурсов. Сергей Чернышев и Юрий Клюев. Приходится преодолевать себя, преодолевать устоявшиеся привычки, традиции. Необходимо собрать воедино все, что есть, внимательно посмотреть по сторонам и выйти на конкурс. В любом случае это обмен опытом, это трансляция, если человек уже наблюдает траекторию и профессиональную судьбу своего коллеги. То есть это уже имеет в определенном смысле хорошую профессиональную переподготовку. Учителя прошли курсы повышения квалификации. Все четыре дня конкурсанты работали под девизом «Я эффективный учитель». Формат работы был построен с учетом требований конкурсных испытаний. Для меня самое главное – это возможность что-то узнать. Возможность посмотреть на других, сравнить какие-то свои способности, что я умею, что я могу, что умеют другие. Ну и сделать определенные выводы. Потому что цель, цель учителя, она для всех одна. И в конкурсе она одна – это дети, это прежде всего их развитие. Открытие регионального этапа конкурса состоится в марте в онлайн-формате. По его результатам будет определен педагог, который представит Брянскую область на всероссийском уровне. Всю неделю в Брянске, как и по всей стране, проходили чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills. Соревнования для юниоров этого движения проходят на базе Брянского детского технопарка «Кванториум». Брянский детский технопарк «Кванториум» – уникальное образовательное учреждение, в котором дети обучаются инженерному делу и проектной деятельности, оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием. Именно поэтому региональный этап WorldSkills для 22 юниоров проходит сразу на четырех площадках и по четырем компетенциям. Лабораторный химический анализ, разработка мобильных приложений, графический дизайн и новая инженерный дизайн-кад. Пробирки, колбы, реагенты. Здесь свои навыки и умения на высокоточных приборах демонстрируют будущие лаборанты. Первый модуль – фотометрическое определение марганца в питьевой воде. Далее мы будем определять рефрактометрические марганец СУ4, содержание марганца СУ4 в пробе, тоже в питьевой воде. Далее мы будем определять содержание углекислоты в питьевой воде. И будем проводить хроматографическое определение с помощью хроматографических колонок. На этой площадке будущие айтишники. На чемпионате они соревнуются в разработке мобильных приложений. Первые три сессии – это у них разработка приложения для планшета. Дальше у них сессии по разработке приложений для смарт-часов и телевизора, умного телевизора. И одна сессия у них есть на тестирование, создание UI-юнит-тестов и на представление своего проекта. Брендинг, полиграфия, веб – эти сложные слова хорошо известны графическим дизайнерам. Чемпионат WorldSkills Russia дает возможность молодым специалистам этой популярной профессии проявить свои творческие способности. Задание связано с разработкой логотипа, продукта корпоративного дизайна для компании, которая занимается туристическим оснащением. Также разрабатывают дизайн упаковки для одного из продуктов оснащения, для альпинистов. И на второй день они работают с разработкой печатной продукции – это лифлет и афиша. Новая в этом году компетенция в брянском Кванториуме – инженерный дизайн КАД. Ребята пробуют свои силы в создании по чертежам машиностроительных деталей для различных производств. Им необходимо сделать детали в 3D, собрать из них сборку этого самого редуктора, сделать анимацию работы механизма и фотореалистичное изображение. Соревнования WorldSkills для юниоров будут проходить три дня. По итогам все участники получают определенное количество баллов по оценке экспертов. Баллы попадают в единую всероссийскую таблицу. Ребята, набравшие наибольшее количество баллов на региональном этапе, смогут представить свой регион уже в национальном финале. Кулинарные навыки и основы ресторанного дела. Без права на ошибку. Конкурсанты борются за звание лучшего в техникуме питания и торговли. Традиционно на этой площадке проходит конкурс молодых профессионалов. Со вниманием на каждый нюанс, с полным спокойствием на лице, но с волнением внутри. Для них это настоящее испытание. В этом году компетенция «Ресторанное дело» у нас в регионе проводится впервые. Длительная подготовка, изучение материалов и опыт старших наставников. Задание не из простых. Угодить надо каждому посетителю. Меня зовут Ильяна. Сегодня я ваш официант. Пройдетесь в свободу. Одна из аудиторий техникума питания и торговли. Здесь настоящий тренажер для будущих официантов, барменов и бариста. Оборудовано тут все с точностью, как в лучших ресторанах. Идеально выглажены скатерти, дизайнерские стулья, современные приспособления и техника. Музыкальные композиции также выбраны не случайно. Первый этап – сервировка стола. Учитывают эксперты, даже насколько симметрично уложены приборы. Но не только это. Прежде всего, это этикет обслуживания между международным стандартом. А так, каждая мелочь. Симметрия приборов на столе, форма нарезок фруктов, с какой стороны участник подает блюдо, то есть правильность подачи, правильность разлива напитков. Каждый нюанс мы учитываем. У нас есть оценочные критерии. И каждый эксперт распределен на своей зоне ответственности и фиксирует все ошибки участников. Настоящие блюда и напитки выбирает каждый гость, исходя из меню. Не забывая тут и о правилах этикета. Это также один из пунктов оценочного листа. О важности общения с посетителем говорит и Ульяна Воробьева. Этому критерию также дает свое предпочтение. Общение с людьми, оно в априори самое сложное. Ты не знаешь, кто тебе попадется. Поэтому, скорее всего, на это. Потому что остальное – принести тарелочку, принести стакан, фужер, еще что-то. А общение – это именно что-то такое индивидуальное. Подготовка сложная была, но у нас, в принципе, хороший был состав, который нас готовил к этому. Поэтому все хорошо. Среди заданий и каверзные моменты, например, отсутствие того или иного блюда на кухне. Но, как говорят и приезжие специалисты, подготовка наших студентов – хороший старт для высокого профмастерства. Я очень давно ждал, когда же наконец-то Брянская область проведет чемпионат по ресторанному сервису. Наконец-то в этом году это свершилось. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, развитие ресторанного сервиса в данном регионе. Атмосфера накаленная и на площадке поварское дело. Накаленная не только от работающих духовых шкафов, но и от эмоций участников. Семь конкурсантов борются за звание лучшего в этой компетенции. Также с азартом и настроением на победу задание в этот конкурсный день – сразу три блюда. Соус, бутерброды с паштетом и приготовление мяса. Каждое нужно внести свою индивидуальность. Конкурсанты на площадке поварское дело. Здесь важно не только знание точных рецептур, но и соблюдение санитарных правил и норм. Асперты обращают на много различных факторов профессиональных. Это и навыки владения ножом, и правильная обработка продуктов в соответствии с маркировкой досок, навыки кулинарной обработки продуктов, навыки тепловой обработки продуктов. И очень много-много аспектов, которые оценивают, которые в двух словах и не перечислишь. С каждым годом количество желающих принять участие в чемпионате профмастерства WorldSkills только повышается. Уверены, растут и навыки наших будущих мастеров. Площадку для отработки компетенции ситифермерства своим же студентам предоставил Почепский механика-аграрный техникум. Пять представителей учебного заведения присоединились к открытому региональному чемпионату молодые профессионалы. Дистанционное управление, прогнозируемое урожайность и минимум затрат. Ситифермер – профессия пока редкая, но очень увлекательная и, главное, перспективная. Ситифермерство очень хорошо применимо в густонаселенных городах. Для использования цокольных этажей задействуют ситифермы. В этих ситифермы производят, вы как знаете, особенно в Москве, в Московской области, салаты, какие-то овощи. И это очень востребовано. В компетенции Брянщина пробует силы впервые. Участники – студенты Почепского механика-аграрного техникума. Пятеро друзей, из которых двое – братья и близнецы, немало потрудились, чтобы чемпионат состоялся. Мы подготавливались очень сильно, чтобы показать хороший результат. Искали коды, но это мы программируем на Разбери. Это сейчас новая штука. И на неё кодов вообще нету. И то есть нам приходилось самим писать все эти коды. Состязание заняло четыре дня и разделилось на три модуля. Сначала конкурсанты писали программу для удалённого управления ситифермой, потом выводили данные через интерфейс, а в заключение готовили питательную смесь для салата. Всё на базе оснащённых, по последнему слову техники, лабораторий. Мы поучаствовали уже в 2020 году, тоже во всероссийском конкурсе «Мастерская года», где мы заняли первое место в номинации учебных программ. Причём Почеп, вроде бы маленький городок, маленький наш техникум. Но мы сумели обойти такие крупные города, как Красноярск, Омск, Якуцк, Московскую область, Казань. Подводить итоги эксперты и организаторы будут вместе со всей Россией. 12 февраля тогда же закончится деловая часть чемпионата. Среди гостей техникума – районная служба занятости и потенциальные работодатели. В рамках этой деловой программы участвовали наши студенты. Эта деловая программа – это возможность будущего трудоустройства. Поэтому участники – это выпускники Почепского техникума. Разметить границы поля, увидеть рельеф и даже проанализировать состояние здоровья растения. Сегодня это можно сделать с помощью беспилотного летательного аппарата. О технологиях 21 века в сельском хозяйстве узнают студенты Брянского государственного аграрного университета. Беспилотник, дрон, квадрокоптер. Сегодня эта техника знакома многим и нашла себе применение чуть ли не во всех сферах жизни. От развлечений до строительства, от разведки мест, полезных ископаемых, до съемки фильмов. А если бы мы перенеслись во времена Советского Союза и доказывали, что с помощью этой небольшой летающей штуки можно в разы повысить урожайность, нас бы, мягко говоря, не поняли, как и термин «точное земледелие». Сегодня он, по сути, является синонимом успеха сельхозпредприятия. Хозяйства улучшаются, хозяйства приходят к новым решениям и новые решения применяют у себя в производстве. В том числе это касается беспилотных летательных аппаратов. На встрече со специалистами по точному земледелию студенты, будущие агрономы, именно им с помощью дронов удастся повысить урожайность на своих полях, к примеру, благодаря внесению удобрений. Коптер используется для того, чтобы правильно вносить, чтобы не вносить лишнего туда, куда не нужно, и чтобы внести нужное только в то место, где нужно. То есть, чтобы это не, так скажем, не массовым способом использовалось, как по старинке. То есть, вот зашел трактор, там разбросал удобрение, куда чего он бросал, толком непонятно. А после того, как при помощи дронов проводится определенный анализ, удобрения, химикаты, различные средства вносятся непосредственно в места, там, где они необходимы, в нужном количестве, в нужном объеме, с сантиметровой точностью. С помощью дрона агроном узнает границы полей и их рельеф. Сильная холмистность может уменьшить урожай. Камера квадрокоптера увидит, насколько ровно запахана почва, как чувствуют себя растения. А спектральная камера может проанализировать поле на сорняки и опознать культуру. Беспилотник – глаза агронома. Вы сможете, например, посчитать границы ваших полей, сравнить их с кадастровой картой, да, и понять, где вы можете там, может, вы платите больше. У людей зарастали поля, то есть лесопосадка, лесополоса, она как бы сдвигает у тебя границы полей. И по кадастрам это один участок, а, соответственно, по факту он другой. И такие моменты нужно знать, да, чтобы понимать, какая у тебя реальная площадь. Такой ликбез будущим агрономам просто необходим. Они придут работать в хозяйство, требующее современного подхода. Это надо внедрять в каждое хозяйство в 21 веке. Если Россия развивается по этому направлению и сельское хозяйство поднимается, то это просто необходимо. Такие технологии упрощают работу агронома и делают ее просто удовольствие. Очень интересно будет рассматривать наши поля, рассматривать проблемы полей и после этого их исправлять. Только точное земледелие и современные технологии. Иначе нет смысла говорить об урожайности, затратах производства и конечном заработке предприятия. Если, значит, в советские времена, можно так говорить, средняя урожайность по области и в отдельных хозяйствах достигала 20-25 центнеров, и это, казалось, самые лучшие были предприятия, то на сегодняшний день есть хозяйство. И ни одно такое хозяйство в нашем регионе, где урожайность достигает 80 центнеров с гектара, 100 центнеров, 120 центнеров. А это все можно достичь только именно благодаря точному земледелию, потому что нужно хорошо изучить плодородие данного поля, где мы будем выращивать культуру, саму культуру, технологию. Не забывая и о качестве сельхозкультур. Современные подходы в сельском хозяйстве студенты аграрного университета изучают с первых курсов и не только в рамках таких лекций. Это еще и выездные семинары в сельхозпредприятия области, которые могут стать будущим местом работы для многих этих ребят. На протяжении многих лет, в зимний период времени, наши съемочные группы выезжают в заповедник Брянский лес. В холодное время года большая возможность в этих местах встретить зубров. Могущественных, крупных, спокойных, но насторожных. Об их жизни в дикой природе, а еще о том, что привлекает туристов в таком уникальном месте Брянщины, расскажем прямо сейчас. Традиционные маршруты центральной усадьбы до места, где зимой их регулярно подкармливают. 11 утра без будильника и других опознавательных знаков. Зубры Брянского леса тут как тут. Могущественные, самые крупные среди всех млекопитающих с умным взглядом и уже привыкшие к вниманию посетителей. Кордон пролетарский. Здесь на контрасте белого снега их медно-коричневая косматая фигура смотрится еще выразительнее. На завтрак дробленый овес. Для них такой режим питания – настоящее лакомство. В дикой природе рацион – самые разные виды растительности. За важным процессом приема пищи отвечает Геннадий Горгаев. Работать с таким диким зверем уже привык. Иногда даже кормят с руки. Подкармливаем, чтобы они приходили сюда, чтобы туристы на них можно посмотреть. Они уже привыкли к этому, что зимой их тут покормят в 11 часов, все как полагается. Можно до часа сверять. Говорит Геннадий, за шесть лет своей работы научился и различать их. Характер каждого особенный. Тут есть одна. Она на всех. Буквально без этого. У него такая политика – сначала ободнуть, отнять и все съесть. Она на всех. Кто бы не пришел, кто бы… А это вот зубр более такой сильный. А да, они и слабы. Уже на протяжении многих лет главная задача всех сотрудников заповедника – сохранить и защитить зубров. О верной работе в этом направлении говорят и цифры. Больше сотни их стало в прошлом году. Сегодня предварительно 114 особей. Мы не всех телят знаем. Может быть, их чуть-чуть больше, может быть, их чуть-чуть меньше. Потому что на подкормочную площадку приходят в районе сотни, до 90 где-то особей. Часть самцов гуляет по территории уже вне заповедника. Мы смогли, во-первых, достичь главного, кроме количества, у нас перевес самок. И это очень хорошо, потому что в этот момент уже популяция все-таки выходит на продуктивность. То есть при наличии 50-60 самок мы стабильно можем иметь 15-20 телят. Наш регион активно участвует в программе Министерства природы России. Задача не только увеличить численность зубров, но и создать зеленые коридоры для безбарьерного перемещения зверей между лесными массивами. Идея большой этой популяции среднерусской, Калужская, Орловская, Брянская популяции, она все-таки состояла в том, что сомкнутся эти популяции. Калужская, Орловская уже сомкнулись. Они живут как единая группировка. А наши, к сожалению, пока не сомкнулись. Они сомкнулись лишь потому, что преодолеть препятствия в виде железнодорожных путей и трассы М3 Украина наши зубры пока не могут. Выход создание тех самых зеленых коридоров. Раньше туристы и посетители могли наблюдать за зубрами вот с такой смотровой площадки. В этом году здесь оборудован двухметровый забор по всему периметру. Ощущение возникает, что не ты смотришь, а за тобой наблюдают. Обратная дорога до центральной усадьбы также с приятным сюрпризом. Среди густоты леса полная сена-корбушка для зубров. У соседнего дерева и он сам. И даже по поведению сразу видно. Гостям на большом автомобиле, да еще и с телекамерой, так же привык. От удовольствия небольшая разминка. За рулем и в перерывах между беседой и зорким профессиональным взглядом Владимир Горгаев замечает косулю. Нет, она оконит, да. Наглядный пример того, что зверь вырос на территории заповедника. Практически перестал бояться человека. То есть мы спокойно с работающим двигателем автомобиля снимаем ее, она нам позирует. Привлекательное место для туристов. Отдохнуть душой и мыслями, увидеть уникальность природы и вдохновиться тем первозданным, что сейчас находится под особой защитой. Научные сотрудники, инспекторы по охране, экскурсоводы открывают мир удивительного для каждого. На сегодняшний день набираем обороты. Люди активно приезжают, двигаются. Это разные группы людей. Это и молодые люди, и семьи, и пожилые жители. Не только Брянской области есть, из других регионов России. Людям интересно. И для того, чтобы было еще интереснее, и чтобы увеличивать поток посетителей, в основном это жители Брянской области, как бы заповедник Брянский лес именно работает в этом направлении. Вся его команда, все специалисты работают. Опять-таки, с чем это связано? То, что имеется, надо поддерживать в состоянии максимально достойном, чтобы людям было интересно что-то новое вводить. И для этого мы делаем, используем, и задумки на этот год есть. Сейчас на территории центральной усадьбы активно работает новый музей «Деревянный век». Вся работа на перспективу также направлена на преумножение того, что уже имеется. Важно сохранить одно из главных богатств – природу. Это были все события недели, о которых мы успели вам рассказать. Еще больше новостей на нашем сайте губерния.тв. Обязательно заходите. Берегите себя и своих близких. И до встречи в эфире на Брянской губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова